У меня еще вопрос, Максим. Так, можно сейчас по вопросам пойдем? Как раз вот очень практичное то, что мы в каждый день встречаем в парке. Смотрите, вопрос следующий. Какие наиболее частые ошибки вы встречали? Вы уже упоминали о том, что бывает ситуация, когда вы приходите, а там не подумали, куда разместить блок питания. О чем еще часто не думают люди, когда вас приглашают и вам там нужно какие-то манипуляции проводить дополнительные? Ну, наверное, сейчас на скидку это вопрос с керамогранитом. То есть люди тоже задаются вопросом, докуда вы его доводите, да? Как потом вы их получите? А когда вы говорите, что я был выраженником, они там у меня появляются. То есть по факту это... То есть в ванных комнатах под потолок его заводят, а потом... Он, естественно, будет отходиться либо таким профитом, да, если у вас резинка, либо же, если у нас полагается, как керамогранит, или вещь его. То есть все это гораздо будет интереснее, кивычка, да, потому что это надо будет и уклеить, и усилять дополнительную, по факту, ну, по-другому напрямую, то есть там просто не скепиться. Самый простой вариант, это изначально надо считать высоту в керамогранит, и на эту высоту не наводить керамогранит, та часть, что керамогранит, и спокойно, как обычную сцену, крепиться у нас с прочим. Встроенные шкафы, купе, когда мы поверху, там, ну, как бы он перемыкает, получается, к натяжному потолку, здесь какие-то бывают проблемы? Да, то есть нужно сначала все-таки потолок отстрелять, нужно понимать, где должен заканчиваться, и там какой-то цоколь должен быть наверху, на этом уровне, да, и он должен совпадать с плинтусом потолочным, ну, или с карнизом потолочным. Да, то есть, ну, можно либо так, либо так, опять же, ну, нужно учитывать ребятам, которые будут скосны, соответствующий боков, либо же оконщикам, которые делают этот новый рам, да, соответствующий тот набор, который нам легко остается, чтобы... Ирш, как он называется, я забыл. Вот, еще один момент, стены, да, недавно, когда он на заверк приезжал, там, вроде как, все было готово, может, чуть-чуть покраска, чуть-чуть не под обои, и заказчик, заказчик, заказчик хотел, киневой профиль, может, по-моему, посмотрю, потом, кинево называть не буду, но ничего страшного, как бывает это. То есть, на этом профиле рубы зарезается, вот, сколько делается, он скакуется, не как личный профиль, который нарезается, просто сгибается и ставится в любую руку, в любую мировую, вот, в порядке, так далее. Здесь профиль намного жестче, то есть, всего, на каком-то коротком участке, очень сложно изобьют, как-то реформируют. А подробнее можно вообще о том, что такое теневой профиль? Сейчас, буквально на утро. Да. То есть, там системы были завалены вот таким образом, да, соответственно. Тупой угол был. Наоборот, размеры не обращались. Ну, понятно, да. То есть, больше 90 градусов, короче. Да, плоскость была, в целом, с ней ровная, но в англах сделали такие вещи, то есть, это говорит о том, что, если мы, кстати, профиль стыкать, там цыкать, естественно, это не будет стыковаться, да, несмотря на то, что у нас, опять же, часовый вариант, да, и у нас все элементы должны примыкать, как-то хорошо, как лицевая часть перегибла, потолка, а так и сзади, да, чтобы они подошли, и там же у нас никаких впечатлений не было. То есть, естественно, такого варианта в той ситуации у нас не получалось. То есть, заказчица немного распроилась, и там рабочие, ну, там уже были рабочие, работали, и, собственно, с тем, там, лобили, опять, то есть, какие-то там, ну, порядка 5-ти миллиметров, там, были запись кругом. То есть, порядка 5-ти миллиметров, на протяжении метра круга, они все мы лобили, то есть, по сути, это, ну, другая, ну, плоскости давали, да, вот, то есть, нужно большое внимание вредить этому, потому что, если человек хочет вариант какой-нибудь, какие-то тимировые или бещевые, то он должен внимание большой стеной вредить, особенно, если это плитка, опять же, керамогамидная плитка, потому что, какие-то русские перепады плитки, опять же, где лежит вот этот жесткий профиль, собственно, он, ну, естественно, так не занимается. Там щель, короче, будет сразу. То есть, если плитка пляшет у нас, если там нет идеальной плоскости, мы увидим щель, это некрасиво. Да, если здесь у нас, допустим, в принципе, не будет ли более неровного, то в заднюю часть можно будет щель подмазать, чтобы, когда мы смотрим на него, там, после того, как он не попал, то с профилем без щели, как-то, да, если у нас профиль неплотно протянутся, то есть у нас, по-моему, уже там, без щели, наверное, без щели. И мы увидим, что есть ровная, идеально ровная грань вот этого подвесного потолка, без щелевого, и рядом такая ломаная родной стены искривленная. Что я сейчас плачу, не маленькие деньги за, что за этот профиль, что за этот, а вот чубичный, и получает такой результат, и, конечно, это, по-моему, очень обидно.